Более 400 пациентов ежедневно сможет принимать перинатальный центр после открытия. Объект знаковый не только для Щелковского района, но и для всей Московской области. Строительство продвигается в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье» и сейчас на особом контроле у правительства региона. Вот уже третий раз за осень центр посещает министр строительного комплекса области Сергей Пахомов. Месяц назад на площадке строительной было 160 человек и отставание было 3 месяца. Сейчас на площадке работает 390 человек. Через 2 недели количество людей будет увеличено до 500. И к 1 декабря мы войдем в график производственных работ. То есть отставание будет сокращено. Сейчас на строительной площадке продолжаются монолитные работы. Параллельно продвигается монтаж сетей внутреннего теплоснабжения. Министр поставил задачу дать отопление до 30 ноября. Задача непростая. В будущем центре 6 этажей. После открытия медучреждения будет рассчитано на 150 коек-стационара. Сроки завершения работ – апрель 2016. Те сроки, которые стоят перед нами, к апрелю месяцу 25 числа полностью комплекс должен быть готов. Мы выполним. У нас сомнений в этом нет. В рамках выездного совещания министр осмотрел и другие важные социальные объекты. Три детских сада также строятся на территории Щелковского района в рамках программы губернатора «Наша Подмосковья». После открытия учреждения дошкольного образования будут готовы принять 550 ребят. К сожалению, сейчас отставание по срокам есть на всех трех объектах. Отставание есть по всем трем объектам. Отставание разное – от 20 до 40 дней. Сейчас задача стоит закрыть тепловой контур до ноября месяца по всем трем объектам. Так, министр дал указание строительным компаниям войти в график работ до 15 ноября. Возможность наверстать отставание есть за счет увеличения числа рабочих и техники. Так, например, на площадке детского сада в Первом советском переулке должен появиться еще один строительный кран. Также важен контроль органов местного самоуправления. Руководитель администрации Щелковского района проводит выездные совещания на данных объектах каждую неделю. Контроль ведется постоянно. Указания поступают в непрерывном режиме. Тем не менее, мы видим, что прилетает министр для того, чтобы еще и подконтролировать все это. Я считаю, что для нас это довольно-таки весомый и внушительный потенциал. Когда прилетает министр строительного комплекса Сергей Александрович Пахомов, обходит стройки и дает конкретные указания, чтобы нам тоже изменить подходы и изменить сроки строительства. Мы обязательно это сделаем. Вот эти садики, все три, будут сданы до Нового года. Более 300 семей должны переехать в новые квартиры. Строительство дома для расселения так называемой казармы ведет группа компаний ПИК по личному поручению губернатора региона. Из Ветхого дома по адресу 1-й советский переулок 19 жители переселят в новостройку на Краснознаменской. При этом их жилплощадь увеличится почти в два раза – от 8 до 15 тысяч квадратных метров. Компания ПИК взяла повышенное обязательство в кратчайшие сроки построить и сдать дом общей площадью 28 тысяч. Это 423 квартиры. Из 423 квартир компания отдает 323 квартиры под переселение. Сейчас мы идем по графику с опережением и я думаю, что к октябрю следующего года дом будет сдан и может будет начать заселение. Такой контроль строительства социальных объектов, по словам министра, будет продолжен. Все свои обязательства строительные компании должны успеть выполнить в срок. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.